Привет всем любителям кино! «Такси 5» — это одновременно и продолжение, и ребут известной французской франшизы. У руля нового фильма стал Фрэнк Гастамбит, который играет главную роль, является сценаристом и режиссером этого фильма. Получилось ли у него возродить франшизу? Ответят критики. Олег Петров, Uralweb.ru, оценка 1 из 10. Возникает ощущение, будто оказался в каком-то заповедном царстве дурновкусия и пошлости. Юмор тошнотворный, детсадовский, туалетный, и что самое страшное, его много, слишком много. А о сюжете тут можно даже не говорить. Он беспросветно примитивный, клишированный и предсказуемый. Сергей Агеев от CatSlim.ru, оценка плохо. Как вы догадались, «Такси 5» попросту нечем удивить современного зрителя. Да и масштабы происходящего сильно подкачали. Проще говоря, усохли. По меркам современного автомобильного экшена, в шедевре Гастамбита непозволительно мало экшена. Главные герои маются любой фигнёй, лишь бы лишний раз не садиться за руль и не крушить Марсель. Дарья Лошакова, Вебург, оценка 3 из 10. Несмешное, необаятельное, глупое, неинтересное кино, после которого хочется побыстрее вернуться домой, включить оригинальное такси и реабилитировать падающую в пропасть франшизу. Евгений Ухов, фильм.ru, оценка 4 из 10. Поклонников гонок по улицам Марселя стоит сразу предупредить. Ничего подобного ждать не приходится. «Такси 5» заметно более простой, вялый и плоский фильм, в котором куда больший расчёт делается на юмор, чем на гонки. Единственный, кто похвалил «Такси 5» – это Дмитрий Бортников из киноафиши. Оценка хорошо. «Такси 5» – наглая, яркая и забористая перезагрузка известной истории, с достаточным количеством отсылок и второстепенных героев. Как видим, в большинстве своём критики разнесли перезагрузку франшизы «Такси». Но идти или не идти на этот фильм решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет много интересного.